Фасовка, промывка и упаковка овощей. Эта технологическая линия может делать все одновременно. Оборудование уникальное, рассказывают на предприятии в станице Крыловской. Делали под заказ на белорусском экспериментальном заводе. Подобной универсальной системы на юге России нет ни на одном предприятии, рассказывает губернатору, глава сельскохозяйственной компании. Такие производственные линии серьезно оптимизируют работу, а значит усиливают экономический эффект от аграрного бизнеса. Но чтобы не свести его к нулю, руководство региона должно помочь селянам со сбытом продукции, уверен Вениамин Кондратьев. Наша задача сегодня организовать систему этого гарантированного сбыта для селян. Вот и все. А если еще мы и линии сможем затащить производство здесь, которые облегчат труд в поле, безусловно, та же вот морковка, тоже переработка, тоже хранение, которое все в совокупности, это задача власти. Тогда мы сможем добиться тех результатов, о которых все время говорим. Но пока мы сегодня говорим, мы создать должны условия для той молодежи, которая хочет заниматься овощеводством. Наличие работы – серьезная причина для молодых остаться на селе, но не единственное качество жизни в деревнях и хуторах, несмотря на отдаленность от центра. Не должно быть, как на окраинах, говорит губернатор во время объезда по станице. В микрорайоне Куриловка, что в Крыловской, живут полторы тысячи человек. И все они жалуются на качество воды, которая течет из кранов. Вениамин Кондратьев лично приехал на скважину и набрал оттуда воду. Не надо быть специалистом, чтобы понять. Мутную жидкость с запахом сероводорода пить нельзя. Губернатор дает поручение своему заместителю найти решение проблемы. Возможно, построить новую скважину. Техническое решение есть, чтобы, допустим, людям дать нормальную воду такого цвета и такого качества? Есть. Есть. Для этого нужно вот эту воду перетянуть сюда. И сколько нужно времени, чтобы просчитать, что нужно сделать, чтобы была вода, которая сегодня будет устраивать жителей, даже если там тысяча человек? С момента получения результатов геологии до окончательной стоимости нужно порядка месяца. Хорошо, давайте в течение месяца вы проведите все необходимые работы. И в течение месяца уже доложите, что нужно и какая цена вопроса, чтобы вода была вот такого качества, какую пьют в центре. О том, какие проблемы еще волнуют местных жителей, Вениамин Кондратьев спрашивает у них лично. Свободных мест в Крыловском доме культуры сегодня нет. Нескромнейший, а местный старожил Василий Михайлович поднимается на сцену и прямо говорит об одном из самых наболевших в районе вопросе. Нету переработки, у нас нету мельницы. Нам хлеб возят с Тихорецка, несмотря на то, что мы производим хлеба на душу населения, наверное, на первом месте в крае. Нам хлеб возят с хутора, с какого-то Ленинградского района, а по пятницам привозят с Ростовской области. И это несмотря на то, что в районе работают пять хлебопекарен. Ситуация смешная, если бы не было так грустно, замечает губернатор. Внутренний рынок, внутреннее потребление вы не насыщаете собственным продуктом. А если у вас здесь своя там мукомольная, грубо говоря, вы своите цеха, допустим, хлеб, чтобы печь, это есть внутренние налоги, рабочие места и все, и внутренний рынок ваш. А вы сегодня внутренний рынок отдаете Ростову. У нас тут тоже предприятие «Кавказ», которое сегодня занимается тоже производством хлеба. Сергей Иванович здесь присутствует? Сергей Иванович, вот если вам сегодня оказать господдержку, вы сможете весь район обеспечить хлебом? Не вопрос, конечно, возможно. Конечно. Это еще плюс будет 15-20 рабочих мест. Я надеюсь, что через год, когда я сюда приеду, обязательно хлеб у них будет мешан. Мощности в Крыловском районе есть, их необходимо только грамотно загрузить. Субсидия в этом вопросе в помощь. Но получать господдержку будут те, кто эффективно с ней справляется. Сегодня необходимо зарабатывать. И господдержка, которая сегодня из бюджета краевого выделяется, только тем, кто возвращает деньги в бюджет. Кто может зарабатывать, кто может работать. А если не умеешь зарабатывать, то, ну, извини, почему же ты должен тогда господдержку получать? Это не мои деньги. Краевой бюджет – это деньги всех налогоплательщиков, в том числе и вас. Сейчас сбалансировать нужно. Экономика должна быть и жизнь должна быть. И когда все вместе сбалансируешь, тогда будет комфорт. Вот настоящий будет комфорт. Крыловский район сейчас находится на экономических качелях. С одной стороны, в аграрной отрасли он держит совсем неплохие позиции, но по уровню развития территории занимает 42-е место из 44-х. Сбалансированный бюджет поможет улучшить экономические показатели, подтянуть качество жизни в районе. Губернатор пообещал через год приехать сюда снова и сравнить результаты. Александр Иванченко, Елена Касабова, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Крыловский район.